Привет, девочки! Сегодня я хочу вам рассказать о покупках из одежды. Давно у меня не было видео отдельного об одежде. Не знаю, просто как-то не люблю я про одежду, что-то снимать видео. Я не знаю, понравятся ли вам мои покупки, потому что я тут покажу вам какое-то странное все. Не осуждайте меня за это, я не уверена, что вам понравится, но все же я надеюсь. Так что продолжайте смотреть. Я вам покажу украшения, также я показываю украшения. Купила такое вот украшение, ожерелье большое, не знаю, мне как-то очень нравятся такие украшения. Все на такой золотой цепочке, и качество мне нравится, и как оно выглядит, тоже вы могли наблюдать в моих видео. Качество хорошее, покупала я это в каре, стоило оно вроде бы 250 рублей. Хорошее украшение, мне оно нравится и подходит много к чему. Следующее, это просто меня расстроило ужасно, я покупала в Glory Jeans. О боже, это ужасные магазинки, я ненавижу теперь Glory Jeans. Звонят. Не знаю, как одежда, но украшения там просто ужасного качества. Жесть, короче. Купила я такое вот украшение, но качество. Цепочка хорошо сделана, пока еще не заржавела. А здесь вот так выглядит, я не знаю, но вы можете заметить то, что вот они разного цвета здесь. Также здесь вот эта вот штучка другого цвета. Также у меня все это отвалилось, я это все прикрепляла, то есть вот эти все штучки, они вваливались отсюда. Ужас и вообще качество дряное, но выглядит безумно красиво, хоть и не видно, что как бы там цвет другой, не знаю, красиво. Но качество ужасно, стоило это 200 рублей, да. Также я не знаю почему, но в магазине все по 36, я решила купить сережки, да. В осенике у меня просто есть серебряные, ну, типа серебряные, бижутерия. Но я решила купить синенькие, не знаю, мне их хочется, но они маленькие, они меньше, чем мои, ну, то есть кружочек у них маленький. Вот так вот они выглядят, и здесь обычно вот такая вот закрепка. Красиво и качество хорошее. Не думала, что за 36 рублей я такое найду. Классно. Теперь будет одежда. Раз уж я начала говорить о магазине все по 36, продолжу. Я не знаю, зачем я купила к Новому году такую шапку с бомбоном. Я не знаю, я, наверное, буду просто в ней снимать видео. Почему бы и нет за 37 рублей купить шапочку? Прикольная, я не знаю, просто для украшения и также снимать видео в Новый год. Очень классно, за 36 рублей. Почему бы не купить? Теперь я вам покажу просто пачку милейших вещей. И первая тут такая мини-милая вещь. Такая вот кофта, я купила на физкультуру, так просто потом, может, ходить следа. Такая кофта, тут она белая, и рукава черная, и тут также надпись, и какая-то штучка. Она в горошек, наклейка там. Хорошее качество. Такая майка немного смелашистая. Далее-то просто, ах, я обожаю носки, особенно зимой, и обожаю милое все. Не знаю. Я купила вот такие вот миленькие тапочки-носочки. Они как бы носки, а сзади тут такие, как бы, как у кошки. Такие, знаете, не знаю, по полу очень классно скользят. А, они такие милые. Далее, огромная пара носков. Это вот такие, в точечку, с сердечком. Или, кстати, зачем я показывал маски? Ладно. Дальше такие вот мишки, с сердечками розовенькие. Такие вот в полоску. Хорошие, такие няшные. Так, с носками это все. Теперь я вам покажу пижаму. Я ее купила, она мне нужна будет. Купила розовую пижаму. Ня-ня. Такого здесь мишка. Няшный. Очень классная. Она в талии свободная, рукава такие. Рукава вот так облегают. Кофточка хорошая, мне нравится. Теплая. Я люблю пижамы, которые за длинным рукавом и длинные штаны у них. Очень прикольный принт. Также тут кармашки есть. Прикольные. В клеточку. Хорошие штаны, тоже мне нравятся. Но они мне немного длинные. Конечно, потому что же Катя коротышек. Далее из серии брюк я вам покажу джинсы. Потому что у меня единственные джинсы. Я вообще не люблю выбирать джинсы. Имеет их много у себя. У меня есть только пара черных джинс. Одни светлые, синие, но они мне не нравятся. Я их редко очень ношу. И также темные. Но они уже выцвели. Им уже полтора года. Прикиньте, сколько я джинсы не покупала. И они у меня порвались. Поэтому я решила купить новые. Я очень долго в этом магазине выбирала их. Очень. И наконец-то я ее выбрала. Я вообще в Питер ехала. Я хотела найти себе брюки с завышенной талии. Но ни в одном магазине я не нашла их. Наверное, они есть. Но они, наверное, очень дорогие. За 2 тысячи я не собираюсь в джинс покупать. Купила я с низкой талии. Окей. Такого цвета. Темно-синего. Это подобно-то под мою длину ног. А так на самом деле они вот такие огромные. Вот. Почти джинсы. Не знаю. Думаю, мне опять на полтора года хватит. Потому что я ненавижу их мерить. Дай мне в H&M. Я купила брюки. Мечтала о которых очень-очень долго. Конечно. Как у Лисы Корниловой. Я не знаю, кто вы в инстаграме смотрит. Многие тоже спрашивали ее. Какие это джинсы. Откуда. Где джинсы, а брюки. Такие вот. Я их купила на дискультуру. Так же дома ходить. И еще кое-куда. Скажу. Они балкала на такого цвета. Бордовый. Мне безумно нравится этот цвет. Такие они... Я вот мечтала об идеальных таких брюках. Чтобы они были широкие. На всей ноге. Книзу они были заужены. И да. Я просто как увидела. Ааа. Еще такой цвет класс. Там были разные. И сейчас еще они есть. Уверена. И они на завязочках. Очень удобные. Очень классные. Размеры у меня XS. Обожаю эти брюки. И цвет просто изумительный. Не забыла вам показать еще одно милейшее создание. Тапочки. Они необычные. То есть они мягкие полностью. Можно их сгибать как хочешь. Что ты делаешь с тапками, Катя? Тут они какие-то в купырушку. В точечке. Но очень удобные. Розовенькие. Подходят под мой наряд. Тут так связано. Очень классно. Далее я купила свитер. Он такой большой. В руках у меня немного длинный. Коричневого такого цвета. Мне приятного. Мне нравится. Также тут типа шипы. Вы замечаете, а? Качество у него очень хорошее. Потому что вот здесь у меня очень близко посажено. Здесь у меня по-разному. Странно. Так. Он вот такой вот вязкий. Не могу сказать, что он теплый. Потому что он в дырочку. И я как бы когда хожу, я чувствую, что как-то меня продувать немного. Мне нравится, что он большой такой. Как мешок. Конечно, тут лазают нитки. Но это, мне кажется, собственно, любому свитеру. Также вчера у нас выпал снег. Очень неожиданно. Нежданно просто пришла зима к нам. Во вторник в Москве завалила снегом. В среду утро в Питере. И как бы от Питера до нас 4 часа. 3 часа. И вот через час, наверное, да, к нам пришел снег. Ужас. Ну, столько навалило. Но сегодня, кстати, он расстал. Потому что сегодня теплее стал. Немного расстал. Ну, не совсем. Вчера, когда мы ходили снова в магазин, устраивали огромный себе шоппинг. Очень много людей было в магазинах одежды. Все просто закупались куртками, шапками, шарфами. Я не знаю, всем. И я за исключением. Конечно же. Вообще, я так не люблю зиму. Из-за того, что холодно. И это не главное. А главное из-за того, что просто ненавижу свой стиль зимой. Мне нравится, как я одеваюсь осенью, весной, летом особенно. Но зима, это просто как зима. Все. Мне не нравятся мои куртки. Мне вообще не нравится ничего в моем стиле зимой. Я купила шарф. Он как бы с одной стороны вот такой вот светленький. А сзади он такой вот темненький. Здесь такие снежинки. Длинный шарф. Он как бы не цельный. Ну, я так обматываюсь. Он очень теплый. Мне очень безумно нравится. Хороший шарф. Качество хорошее. И также я подсветку пила, потому что у меня еще шапка такая вот. Теплые перчатки. Но они как-то немного большие. Я вот когда их одеваю, да, вот тут какая-то штука, которая в Мэпайе сделает каким-то странным. Я не знаю. И также вот здесь еще есть место, чтобы у меня пальцы для меня были. Я не знаю. Хорошие перчатки, да. Так вот, я начинала про свой стиль. Я не люблю свои куртки, шапки. Тем более сейчас начала носить очки. С очками вообще никакая шапка не смотришься, а. Меня это ужасно бесит. Куртки это просто отдельная история. Я не люблю свои куртки, потому что они некрасивые для меня. И в них не тепло. Я купила парку. Да, это мейнстримно. Я соглашусь. Но правда, у нас такая суровая российская зима, что просто невозможно. Да, сейчас кто-то будет говорить, что типа, да, у меня такая супер теплая куртка, что в ней теплее, чем в парке. Но нет, поверьте. Я очень много курток перемерила. У меня было очень много курток. Я мерила их. Имела у себя в коллекции курток. Они не теплые, поверьте. Самые теплые куртки, я думаю, это парки. Да. Заглашусь. У нас сейчас просто очень много людей ходит в парках. В прошлом году вообще мало очень было. А сейчас просто очень много. Даже у нас в классе человек 10 из 28 ходят в парках. И то это еще для некоторых не зима наступила, и еще никто не носит их. Я купила синий, потому что зеленая для меня как-то не очень. Я не знаю, просто они более такие мейнстримные, синие и красные. Хоть как-то разбавляют все эти цвета. Здесь она... Здесь такая вот вообще обалденная шерсть. Очень теплая. Огромный просто капюшон и мех огромный. Здесь вот у нее карманы и завязки. Обожаю теперь, как я выгляжу в парке, так как... Не только в парке, так как в Кэшу купила себе обалденный шарф. Как бы такой комплект. У меня еще шапка была. Купила шарф и перчатки. Еще сапоги я вам покажу. И это выглядит просто шикарно. И мне безумно тепло. Безумно тепло. Что? Тепло, детка. Я не знаю, что мне все звонят, но мне очень тепло в этом наряде зимой. Просто... Теперь я люблю свой стиль в каждом сезоне. И осталось пара обуви. И на этом я свое странное видео закончу. Начну я с сапог, которые я приобрела вчера для паркинг. Такие вот синенькие. Покажу вам один одинок. Здесь они как бы типа на шнуровке. И вот на змейке. Они синего цвета. И на каждом освещении они выглядят по-разному. То такие какие-то серые, то черные, то синие. На улице они синими выглядят. Типа замши, я не знаю, мокрая кожа, что такое. А здесь как бы кожа настоящая. Такая вот вставка. И сзади тоже вставка. На обычной такой немного грубой подошве. И внутри мех. Очень удобный. Мне это нравится. У меня 38-й размер, кстати. Удобно в них и ничего не жмет. Мне это нравится. Так же давно, пока я еще не ела парки у себя, я купила черные такие сапожки, полусапожки. Вот так вот они выглядят. На шнуровке также змейка. Такие обычные черные. Не знаю, в них тоже удобно. Я думаю, я ничего не забыла. На этом было все мое видео. Надеюсь, вам понравилось много такое странное. Соглашусь, видео я очень как-то странно все говорила. И я боюсь за эту свечку, потому что я боюсь, что она спилит мои вещи. Я просто не привыкла еще снимать со свечкой, так что да. Я обращаюсь с вами до следующего видео. Увидимся с вами очень-очень скоро. Я вас безумно люблю. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока! Пойдем.